Здравствуйте, дорогие мои! Ну, наконец-то я нашла время, чтобы снять это видео и с вами поделиться своими новостями. Очень тяжело возвращаться после долгого перерыва, возвращаться к съемке видео. Не знаешь, как подступиться, как настроиться. Ну, я буду стараться, буду вновь вливаться в ютубную и рукодельную жизнь. Поэтому не судите меня строго, если будут какие-то ошибки. Будем стараться снова снимать почаще видео. И я думаю, что все будет нормально. Ну, знаете, в жизни у нас у каждого есть свои какие-то главные задачи. Все-таки вышивка – это хобби, это второстепенно. А есть в жизни главные задачи, которым нужно уделять больше времени, решать их. Ну, и вообще просто наслаждаться жизнью. Вот. И одной из таких задач трудоемких – это ремонт, который мы почти доделали. Он уже осталось совсем чуть-чуть. Вот. И кто занимался ремонтами, те знают, понимают, насколько это трудоемкий и такой процесс очень затяжной. К тому же я работаю и делаю ремонт в той квартире, в которой мы живем. Это очень-очень тяжело. Постоянно эти вещи с одного угла в другой угол переносить, чтобы сделать какие-то работы. Ну, осталось уже совсем чуть-чуть. Осталось просто уже покрасить балконы и все нормально. Ну, и частично мы мебель поменяли, частично еще нужно будет менять. Но это уже не такой, как бы, мусорный процесс. Да, как бы нет мусора, как при ремонте таком большом. Ну, в общем, немножко рассказала вам о своей жизни. Все в порядке. И потихонечку буду возвращаться теперь к вышивке. Ну, и вот сегодня я хочу в первую очередь поделиться своей радостью. За большой промежуток времени у меня наконец-то появилась готовая работа, которую я начала в этом году. Оригинальный набор Dimensions. Не год коллекция, а простой аппетит. Вот такой вот ангел-хранитель. Такой вот наборчик. Ну, не буду заострять внимание на наборе. Теперь сразу перейдем уже к готовому процессу, готовому результату. Перед вами сейчас результат. Давайте немножко я вот так покажу вам и обложку, и результат. Чтобы вы могли сравнить цвета, оттенки, как все получилось. Ну, получилось, мне кажется, все замечательно. Может быть, за счет освещения и передачи камеры будут какие-то отличия. Ну, или в полиграфии, может быть, да, есть какие-то отличия. Но в целом очень четкое совпадение, да, можно сказать так, что нет каких-то грубых отличий. Как бывает в каких-то других наборах или у производителей случаются такие вещи. Сам процесс очень легкий. Здесь используется много полукреста, много идут большие участки с зашивкой одним цветом. Я там вышивалась, в общем-то, легко. Ну, так как времени у меня было мало, я вышивала какими-то такими набегами, совсем по чуть-чуть. И вот у меня вчера выдался свободный вообще день полностью. Это было большое счастье. И мне нужно было дошить в основном вот фон наверху. Казалось бы, что там вышивать фон очень легко. Да, легко, но объем все-таки есть объем. Здесь, ну, больше чем 3000 стежков вот в этом фоне верхнем. Вышивается полукрестиком в одну ниточку. И вышивается, в общем-то, легко, но просто вот сам объем. А также полукрест в одну ниточку здесь есть вот в этом фоне, в темном, да, в тенях. В одеяле много полукреста. Ну, также есть немножко креста. Вот, единственное, что для меня было сложным, это волосы. Потому что здесь, конечно, много цветов используется. Но это не настолько сложно. Просто такие участки из всей работы можно выделить самые сложные. Это как бы лица и волосы, где, особенно в лицах, ошибиться нельзя. И нужно все эти крестики вышивать очень аккуратно. Результатом я в целом очень-очень довольна. Хочу показать вам поближе, как смотрится лицо, какая здесь проработка. Вот, крылышки здесь вышивались полукрестиком в 3 и в 4 сложения ниточки, были и бленды. Ну, вышивалось, конечно же, легко. Так, ну, вот лицо я вам показываю. Очень хорошо смотрится на камеру. Вживую немножко переходы грубоватые, но это вот у Dimensions есть такой момент. Лица получаются немножко такие красные, как бы, но в целом в картине смотрятся очень гармонично. Особенно со стороны все тени, полутени, все хорошо передано. Цвета, глазки, все нам понятно, все различимо. Вот такой ангелочек стоит со свечкой, держит и охраняет сон малыша. Вот наш малыш. Давайте покажу поближе тоже малыша, личика. Все очень хорошо получилось. Подушка такая. Ну, подушка гела вышивается очень легко. Это единственное, что как бы лица, потому что намежно много там оттенков. Так, посмотрела я размер работы. Здесь написано, что размер этой ткани получается, да? 36 на 36 сантиметров. А размер работы у нас, я вот только сейчас померила, 26 на 26 сантиметров, да? Вот по диаметру. И это у нас 18-й каунт. Вот. Итак, при разметке этой основы я пользовалась вот таким карандашиком от Prim. Это меловой карандашик. Они идут в наборе 2. Один синий, другой белый. В принципе, нормально им размечать. Но так как здесь вот такой вот грифель, он не совсем тоненький. И не совсем тонкая получается линия. Ну, у меня, по крайней мере, так получается. Что нужно себя постоянно перепроверять при вышивке. Иногда бывает, что рука немножко как бы дрогнет, съезжает. Не очень хорошо видны эти разделения. И приходилось в каких-то местах перепроверять. Ну, это такие мелочи, которые, в общем-то, даже не стоят особо и внимания. Вот. Как отстирывался этот карандашик? В принципе, отстирывался очень даже хорошо. В некоторых местах мне пришлось намылить мыльцем. Потереть вот так ручкой, да? Оставить, чтобы покисла работа. Ну, и потом, в принципе, все хорошо у меня смылось, отстиралось. Ну, мне пришлось, конечно, да, некоторые места обработать мыльцем. Вот. Долго я потом еще присматривалась к этой основе. Может быть, где-то остались какие-то линии. Ну, вот, и даже через камеру смотрю. Мне кажется, что у меня все хорошо отстиралось. Нет никаких следов этого карандаша. Да, я даже на дневной свет и при лампах все просматривала, потому что, вы знаете, канвата темная, может быть, какая-то ворсиночка что-то остается, и у меня подозрение. Может быть, где-то линия какая-то недосмылась. Но нет, все хорошо. Все хорошо отстиралось, можно пользоваться этим карандашом. Такой, ну, простой способ, да, ну, и, в принципе, не грозит оставить какие-то следы на основе. И, в принципе, хорошо отстирывается. Ну, вот, опять же скажу, не сам растворился в воде, а пришлось нам или идти, потереть немножко вышивку. Вот. Что еще здесь? Значит, по ниточкам. Ниточки у меня практически все остались, за исключением ниточки 17-150, которая шла вот на этот фон. Она ушла у меня полностью. Ну, и я решила не разбирать на бобинки, а просто замотала вот так на планшетку остатки. И пойдет у меня эта планшетка в коробку с остатками ниток. В последнее время мне очень-очень лень сидеть и перематывать их на бобинки, поэтому у меня образовалась коробка вот с такими остатками. Ну, если мне вдруг понадобится что-то найти, ну, я уж открою и поищу какую-то ниточку. Есть у меня коробочки с бобинками, где я раньше перематывала все ниточки Dimensions на бобинки. Ну, вот в этом году мне лень. Ну, вот такая у меня получилась красота. По оформлению не знаю, буду оформлять, не буду оформлять. Скорее всего, пока оформляться не будет, потому что, ну, надо как-то и компанию, чтобы не одна работа куда-то повесить. Нет пока идей, поэтому просто вышла, получила удовольствие. К сожалению, отправиться пока в рулон. Ну, может быть, не сразу, немножко где-то я ее приколю и полюбуюсь свежевыполненной работой. За столько-столько времени, столько месяцев появилась наконец-то новая у меня вышитая работа. Всегда этому очень радуюсь и не прошел вот этот вот, ну, не азарт, а эти эмоции, когда ты завершаешь работу и хочешь, конечно, сразу со всеми поделиться, показать, похвастаться. И хочется любоваться новой работой. Поэтому я вот часто где-то прикалываю, чтобы она повесила, пусть даже не оформленная, но все-таки, и я бы всегда ей смогла любоваться. Ну, а потом уходит в рулон и ждет своего часа вдохновения на оформление. Вот такая вот у меня красота получилась. Ну, и вчера у меня был такой прорывной день, день вышивки. И я вот, ну, практически как челлендж с утра до вечера вышивала, завершила эту работу, постирала, погладила и сразу же приступила к новому процессу. Поэтому на этом видео не заканчивается. Мы переходим к процессу, который я начала вчера. Вышивая последние полукрестики на моем ангелочке, я в уме перебирала мои начатые процессы. И никак не могла определиться, какой процесс я хочу взять следующим. Ну, о новом речи как бы не шло, да, у меня столько много начатых процессов, которые тоже мне очень нравятся и хочется их завершить. Ну, и я долго думала и все-таки определилась с моим выбором. Выбор пал на Custom Crafts, это сувы в лунном свете. Оригинальный набор, когда-то покупала. Когда начала эту работу, я уже даже и не вспомню, но я оставлю все видео, связанные с этой работой, в инфобоксе. Обзор, старт, подготовка, ну, в общем, все, что у меня было по этому дизайну, я оставлю в инфобоксе, вы сможете посмотреть. Сейчас вы видите, на каком этапе у меня находится работа и как организован процесс. Ну, сейчас станок не очень помещается в кадр, потому что он у меня выдвинулся на 70 сантиметров, на 60, простите, на 60 сантиметров. Сама работа, по-моему, где-то 55 или 60 сантиметров канвай, я уже не помню всех размеров. Давно я не вышивала, не смотрела ни инструкции, ничего, в общем, ну, это и не важно. Сама работа будет, по-моему, 35 на 35 сантиметров, такой квадратик. Вот, и выведите картиночку, что у меня должно получиться, вот такие вот совушки. И выведите внизу то, что получается. Ну, я думаю, что даже не нужно и присматриваться, видно, что все получается точно так же, как у нас на картинке представленной. То есть, очень хорошая проработка. Вообще, у Кастом Крафтс ходят разные мнения, разные высказывания о том, что у Кастом Крафтс очень прогонистые их схемы, что вышивается очень тяжело, много одиночек, и такая слава у него не очень, как бы, не очень он популярный из-за всех этих слухов. Ну, да, возможно, раньше схемы были не очень проработанными. Это видно по отшитым работам. Есть такие прям размытые, не совсем размытые, но не очень четкие работы. Да, раньше, наверное, не очень хорошо прорабатывали схемы. Но вот сейчас я вышиваю вторую работу от Кастом Крафтс и встречала и другие отшивы. Видно, что уровень проработки, конечно же, повысился. Намного лучше стали прорабатывать. Картинка получается четче. И я хочу вам сказать, что не так-то и много одиночек. Вот первую работу я вышивала своего петуха от Кастом Крафтс. Там одиночек вообще не было. Это самая-самая легкая работа, которую я вышивала. Вся вышивка идет крупными пятнами, логично, все легко, просто. И результат великолепный. Ссылку я тоже оставлю и на оформление, и на готовую работу. Посмотрите, вот, что получилось. И это моя вторая работа. Когда я начинала, я немножко побаивалась, потому что работа выдержана в одних оттенках. И плюс, как бы, здесь видно, что будет посложнее работа. Здесь нет такими крупными цветовыми участками, не зашивается работа. Здесь будет идти какой-то средний уровень, я так себе представляла. В общем-то, так здесь и есть. Есть участки посложнее, есть полегче. Вышивается достаточно просто. Просто нужно выработать свою систему. Кто-то, может быть, вышивал бы эту работу парковкой. Я вышиваю по цветам в пределах трех квадратов. Ну, в пределах той линии, которой я себе отграничиваю. Вот в данном случае я себе расчертила такой вот небольшой кусочек, где идут у меня по три квадратика вверх. И я, соответственно, беру ниточку, какая у меня идет первая с правой стороны, какой цвет попадается. И полностью весь этот цвет, все эти значки вышиваю на этих трех квадратиках. И где-то паркую эту ниточку вверху, либо она завершается, я ее срезаю. Вот. По такой логике я вышиваю цвет за цветом, заполняю вот этот квадратик. Передвигаюсь дальше. Удобно. Парковкой я пробовала, но мне здесь не очень нравится парковка, потому что все-таки есть разброс цветов. И при вышивке парковка получается, ну, очень уж плотно изнанка. Очень идет большой расход ниток. Я решила сделать по цветам в пределах какого-то участка. Совсем далеко я не захожу, чтобы не сбиваться, не теряться. А вот по три квадратика вверх. Я думаю, что это достаточно для меня удобно. Вот. Схемка у меня вверху приколота. На магнитиках. Там же и иголочки. Ну, и вот так потихонечку идет процесс. Вот. Вчера я вышла сколько? 600. Ну, там, 650, может быть, крестиков. Вначале всегда идет, как бы, привыкание к схеме, привыкание к материалам. Но потом уже процесс постепенно начинает ускоряться. Быстро различаются значки. Ну, и идет побыстрее. Самое сложное, вот, в этой работе, как бы, я для себя сейчас понимаю, это вот сами совы. Потому что, вот, здесь много пятнышек, много используется блендов и цветов. Блендов. Нет, не используется блендов. Обманула. Используется много цветов. За счет чего получается вот такая вот передача цвета. Кстати, Custom Crafts разрабатывает свои дизайны и схемы по фотографиям, которые они покупают у фотографов в фирмах, которые занимаются фотографиями живой природы. Поэтому их работы сделаны на основе настоящих фотографий. Ну, а секрет в том, что фотографии очень хорошо, хорошего качества, их хорошо обрабатывают, но потом прогоняют. Поэтому, да, это прогон, но прогон качественный. Вот. Ну, я думаю, что вот даже на начальном этапе видно, что проработка соответствует представленной картинке и цвета, и все вот даже пятнышки, как представлено на картинке, точно так же мы видим и здесь. Здесь хочу еще немножко сказать по материалам. Всегда хвалю материалы в наборах Custom Crafts, поэтому я, наверное, с первого взгляда, с первого раза и полюбила эту фирму, потому что основа здесь, она и плотная, и податливая в то же время. Ниточки ДМС тоже отличаются качеством, хотя, можно сказать, ниточки ДМС, они везде ДМС. Но вот странный такой факт, они здесь более шелковистые, более качественные. Я вот сразу это отличаю, что и в первом наборе, что и во втором наборе, разница в нитках сразу видна. На данном этапе у меня сейчас идет цель, конечно же, может быть, сегодня у меня удастся завершить вот этот вот кусочек, буду марафонить, буду отрываться, буду наслаждаться вышивкой. Сегодня у меня 9 июня, до конца месяца 3 недели. Вот хочется мне поставить себе планы, помарафонить и завершить эту работу за 3 недели. Не знаю, получится или нет, потому что в жизни такое дело, носятся по-своему какие-то коррективы, но хочется себе запланировать, помечтать, понадеяться, что у меня получится к концу месяца показать вам уже готовую работу. Ну, возможно, будут промежуточные этапы, буду показывать, как я продвигаюсь, какие у меня новости, что получается. Надеюсь, будет интересно мне и вам. Так, ну это то, что касается процессов. Еще, наверное, пару минуточек о моих приобретениях. Приобретения у меня совершенно скромные, потому что в последнее время я вообще ухожу от покупок, стараюсь себя сдерживать, ограничивать и ничего не покупать, потому что запасов у меня уже много, когда вышивать не знаю. Да, меня не тяготят мои запасы, я рада, что они у меня есть, ну просто даже уже просто складывать некуда. Как мне кто-то сказал, ну один-два наборчика всегда можно куда-то пристроить, как-то полочку в какую-то запихнуть. Можно, конечно, всегда найти место, но я стараюсь сейчас себя ограничивать, потому что даже то, что я уже купила, и когда я это покупала, я мечтала и планировала, что вот скоро-скоро я буду начинать этот набор, каждый набор, который я покупала. И, к сожалению, вышивка процесс настолько медленный, что медленно вышиваются работы, и поэтому очередь из любимых наборов у меня большая, всех их хочется вышить, ну хотя бы постараться вышить самые-самые, поэтому покупки у меня становятся все меньше и меньше. Ну вот иногда хочется себя побаловать. И есть у нас магазин, где вот сколько лет, 10, да, сколько я здесь в Греции, 10 лет, столько, значит, там ассортимент наборов, товаров, наборов не обновляется. И вот, наверное, я и еще, может быть, несколько рукодельниц, постепенно мы добираем оттуда, покупаем что-то, и идет на уменьшение эта коллекция, в частности, Ланарте. Вот. Этот наборчик очень-очень старый, я говорю, что вот сколько 10 лет я в Греции, столько я его там и видела. И решила, что, ну, дай-ка я его заберу себе домой, пусть он у меня уже будет дома. Вот такой вот очень легкий, воздушный сюжет. Здесь у нас цветы, ой, забыла, как называются. Ну, простите, забыла название цветов, вы все их узнали. Красивая такая, такой вазон, шляпа, легкий, воздушный сюжет. Здесь основа у нас равноверка, цена, видите, маркером, ну, что делать. Да, равномерочка, ниточки, все целенькое. Конечно, видите, вот такой у нас наборчик, здесь уже все отклеенное. Ну, я не придаю этому значения. Главное, внутри все целое, схемка. Когда-нибудь я его открою, буду вышивать. Не знаю, когда. Пусть он у меня будет. Я очень люблю Ланарты, у них красивые дизайны. К сожалению, у меня мало вышитых дизайнов от Ланарты. Ну, вот, будет шанс, когда-нибудь будет шанс вышить, вышить эту красоту. Так, ну, и что-то у меня еще приобрелось. Вот такие вот ножнички красивые от ДМС. Винтажная коллекция. Здесь такое покрытие матовое с серебром. Красивые ножнички. И нашелся у меня вот такой вот маячок. Прям идеально сюда подошел. Нравятся мне эти ножнички. Прикольно. Вот. Такие мои новости. Все вам быстренько показала. Продвижение, мои процессы, покупки. На этом у меня все. Увидимся теперь в следующем видео. Желаю вам хорошего настроения. Ну, и до новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok.